И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня я расскажу о том, как покупать NFT в мобильном приложении биржи Gate.io. Кстати, в бирже Gate.io входит топ-7 лучших бирж по версии CoinMarketCap. Я уже заснял более 40 видео о бирже Gate.io, где ответил на все часы задаваемые вопросы. Вы сможете посмотреть в моем плависте о бирже Gate.io, или задать вопрос в моих комментариях, или по ссылочке в описании в чате биржи Gate.io, там добрые админы вам на все ответят. Главное, правильно формулируйте свой вопрос. Так, я пока чуть не забыл, YouTube могут закрыть. И это, скорее всего, правда, так что вы можете подписаться на мой Телеграм-канал, чтобы вы знали и оставались со мной на связи. И второй пункт, более важный, как я считаю. В Телеграме я вообще публикую практически все, чем я занимаюсь, свои мысли по рынку. Например, недавно я туда выкладывал опрос, можно было его пройти и получить приоритетную очередь. Иногда за опрос просто крипту дают. В общем, там очень много всего интересного. И там есть все, чем я занимаюсь. А также вы можете зарегистрироваться по моей ссылочке в описании и получить максимальную скидку на торговые кассии, а именно более 20%. И еще там какие-то бонусы, но самый главный бонус это скидка на комиссию. Так что регистрируйтесь. Так, теперь расскажем, что же такое NFT и как это работает. Следует буквально, NFT означает это невзаимовызменяемый токен. Так-с, примерно так. Короче, это NFT, это такая штучка, это какая-то картинка, гифка или видео, которая будет в блокчейне и которая в единственном своем роде. Но еще раз скажу пока, что NFT не регулируется законом, по крайней мере в России устойчиво, а если вы знаете, в каких странах регулируется, мне было бы очень интересно узнать об этом. Так-с, из феномена невзаимовызменяемых вытекает и понятие уникальности того или иного товара. А если товар не имеет аналогов, он стоит намного дороже. Поэтому оригинальные мемы и рукотворные хайлайты с баскетбольным матчей стоят так дорого. Покупатель сам определяет степень их значимости и платит за них в соответствии с собственными представлениями о художественной ценности. И, как мы все понимаем, криптовалюты довольно волатильны. То есть даже биткоин, который вроде как топ-1, вроде как считается цифровым золотом, он один из самых стабильных криптовалют. И все равно он очень волатилен. И от него зависят многие криптовалюты. А скажем, какие-то криптовалюты дальше сотни, они вообще там волатильны, могут туда-сюда прыгать. А NFT это, ну прям зачатное состояние криптовалют чем-то похожее. Также гораздо более волатильны, чем криптовалюта в целом. И они очень интересны тем, что, как я уже говорил, сам покупатель выставляет цену. И, скажем так, иногда покупатель может особаться. Скажем, сегодня мне показалось, ну эта картина стоит 1000 баксов. Ну у меня настроение было такое, у меня было много денег и я купил. А завтра я понял, что я могу стать банкротом с такими тратами. И я решаю продать эту картину. Но ее уже могут не купить за такую сумму, поскольку других желающих может не быть. Или наоборот, я купил эту картину, тут настал какой-то черный день, я решаю ее продать. А потом узнаю то, что, ну эта картина попала куда-то там в топ 100 лучших NFT коллекций. То есть все может быть по-разному. И мы должны понимать, что NFT, ну довольно-таки волатильная штука. Так, а теперь я по философствам рассказал вам, что, например, такое NFT. Я сам ее тогда ловил, там, ну типа за Airdrop я получал одну NFT, продал за 500 баксов. В общем-то, NFT это интересная штука, особенно когда вы в ней разбираетесь. Так, ну давайте же будем разбираться. Здесь выходит на сцену последняя буква в аббревиатуре NFT, токен. Чтобы понять, что это такое, следует четко осознавать, как работает технология блокчейна. В большинстве сделок процесс верификации, купли и продажи и денежных приводов централизован. То есть, ну мы доверяем банкам, я вот не люблю доверять банкам. Тотальная прозрачность и публикация данных обо всех без исключения сделках обеспечивает повышенную ценность NFT. Вы заявляете о своем приобретении той самой гифки с котом на весь мир. Однажды опубликованная эта информация уже никаким образом не будет изменена. Я все-таки надеюсь, что вы меня понимаете, но если что, задавайте вопросы, я отвечу. Потому что сам, когда я поначал, я столько вопросов глубоких задавал, но мне отвечали добрые люди, им тоже спасибо. Так, покупая смешную анимацию с помощью блокчейн-технологии, вы навсегда оставляете в целом пространстве свидетельство о своем уникальном на нее праве. По итогу каждой успешной операции вы получаете тот самый токен, который и содержит данные о сделке продавца, покупателей и сумме, которая была бы на товар затрачена. Но, насколько я знаю, в законодательстве это еще не совсем прописано. Ну, чтобы, покупая NFT, у вас будут там полные права на это. Это еще, ну, я думаю, это появится уже в будущем, потому что уже там за NFT музыку продают. В общем-то, уже довольно-таки неплохое развитие. Самое важное в сделках с использованием NFT, это возможность заявить о своем неоспоримом праве пользования того токена, который вы получите. Итак, чтобы купить NFT в мобильном приложении, мы должны перейти на главную страницу и выбрать в инструментах NFT Box. Там мы можем купить предоставленные коллекции на бирже. К примеру, мы выбрали какую-то из них, нажимаем на нее и перед нами предстоит окно купли-продажи. Перед нами появляется окно в центре, в котором мы видим название NFT. И там, в общем-то, отчитывается количество времени до конца продажи. Чуть ниже есть кнопка купить. При наличии денег на балансе они спишутся и у вас появится NFT. Также там огромное количество NFT, о которых я как-нибудь расскажу в будущем. Сделаю обзор, скажу, нравится ли мне NFT и NFT. Многие считают NFT скамом, но я считаю это не так. Это искусство. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Приходите в мой телеграм-канал и дистрируйтесь по ссылочке. Там все, лайки туда-сюда. И будьте аккуратны, это самое главное. Удачи! До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...